Вы знаете, больше всего люблю этот момент концерта, потому что на эту сцену сейчас выйдет один из авторов студии «Квартал 95» Валерий Житков. Вы знаете, несколько концертов назад я анонсировал, что... Ну как анонсировал? Просто сказал, что у Валерки родилась дочь. Так вот она сказала первые слова. Не папа, не мама сказала «Тамбовский Волк! Встречайте!» Добрый вечер! Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Спасибо. Хочу поддержать праздничную тему и поговорить о таком жанре искусства, как новогодние детские представления. Ну, которые в последнюю неделю декабря в изобилии проходят во всех помещениях, куда можно набить достаточное количество детей. Это удивительные спектакли, в которых волшебным образом на сцене могут одновременно находиться Дед Мороз, Микки Маус, Джек Воробей и Виталий Козловский. В общем, те, у кого есть дети, наверняка хотя бы один раз туда ходили, и наверняка второй раз туда уже вряд ли пойдут. Представим, что один из таких новогодних спектаклей проходил в неотапливаемом помещении. Ну, этой зимой это несложно представить. Актеры как смогли отыграли два часа при минусовой температуре, и недовольный режиссер решил провести разбор полетов. Ну, понятное дело, что слова он особо не подбирает. Я все его выражения заменю на что-то безобидное, например, на елки-палки. Ну, тем более, что концерт новогодний будет к месту. Итак, актеры сидят в зале, режиссер на сцене. Так, товарищи артисты, елки-палки. Все собрались? Елки-палки, 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 елки-елки. Ну, и что вы устроили? Да, холодно, да, очень холодно, но мы должны уважать нашего маленького зрителя. А вы что устроили? Зубы у всех стучат, текст не слышно. Русалка на ветвях в пуховике. Мальчика вместо подснежников посылает в лес за подштанниками. Неужели сложно собраться и два часа отработать как нужно? Так, где заяц? Заяц, ты баран. Ты понимаешь, что ты детям психику сломал на всю жизнь? Где ты видел зайца в лисьей шубе? Так, медведь, медведь, ты козел. Какие у тебя слова по сценарию? Я не слышу из зала. Ну, тук-тук, кто в теремочке живет? Тук-тук, кто в теремочке живет? А не открывайте, елкины дети, быстрее тут холодно, елки-елки. В зале детишки, все должно быть как в сказке. От вашей игры Андерсон в гробу переворачивается. Почему? А потому, Семенова, что Золушка, убегая из дворца, теряет туфельку, а не уги. А принц, принц, когда их находит, возвращает Золушки, а не натягивает на себя соколов. И вообще, где принц по сценарию должен был искать Золушку? Ну, по всему королевству. Вот, по всему королевству, а не только возле батареи. По красной шапочке. Оля, приходим мы к бабушке, и что мы говорим? А? Правильно, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы, а не твою мать? Я ног не чувствую. А я здесь при чем? Мне что, суфлер из будки говорил, я то и повторял. А насчет корзинки с пирожками тебе тоже суфлер подсказал? Я понимаю, холодно, пирожки горячие, но греть в них ноги – это уже перебор. Насчет доктора Айболита. Ладно, Айболит, захотели вы согреться, но зачем пить прямо на сцене? Да еще и других актеров спаивать. Приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица. И вот я по тексту даже записал – и медведь, и Дед Мороз, и Аленушка. И не надо после приема лекарства всем вместе обнимать Бармалея. Да, я в курсе, что у Бармалея третий день 39,2. Но не должны звери прижиматься к отрицательному персонажу. Дальше, Анисимова. Почему лягушка так и не превратилась в царевну? А так в виде лягушки и вышла замуж за Ивана Царевича. Леш, ты целовал ее в губы? Целовал. Раза четыре. И что? Она сказала, вы меня хоть в елку целуйте, а я все равно из костюма вылезать не буду. Спящий красавец, мы пошли вам навстречу. Разрешили взять с собой в гроб колорифер. А вы что? А что я? Не надо постоянно закрывать крышку. Я понимаю, что так теплее, но детей это пугает. Алексей Андреевич, я вижу руку, к вам у меня претензий нет. По тексту все слово в слово. Единственный вопрос, почему вы костюм тигра задом наперед надели? Что это за хвост впереди? Михаил Владимирович, сжальтесь, мне 57 лет, у меня простатит. Мне врач прописал в тепле держать и елку, и елочные игрушки. Так, все ясно. Дальше. Когда Дед Мороз пришел на Северный полюс, напомните, кто играл тюленя. Где этот морж еловый? Дед Мороз дал тебе одно желание, и что ты загадал? Увольте меня из этого хвойного театра. Я могу это устроить. Потом, более-менее, Емеля едет на печке. Бог с ним на печке, рядом с Емеля, щука, царь и маугли из прошлой постановки. Рядом тигр хвостом вниз. Я же объяснял мне, да я помню, Алексей Андреевич. Но что на печи рядом с Емеля делали сторож и бухгалтер? Единственное, вот без претензий, это с финалом. С финалом справились 12 месяцев, молодцы, хорошо отыграли, все по тексту, без самодеятельности. Только зачем вы на сцене настоящий костер развели? Вы понимаете, что после этого нас в кинотеатр «Жовтань» больше никогда не пустят? В общем, мне уже звонили. Завтра к нам приедет сам министр культуры. И лично всех нас по очереди посадят на елку. А может, даже и на сосну. В общем, все молодцы, всем спасибо. Всех с Новым годом. И вас всех с Новым годом. Спасибо большое. Валерий Женков. Тамбовский волк. Тут нежно и верно. Валера, Валера. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова